привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции сегодня у нас несколько ненастный день солнце нет ну зима знаете ли уже дело к новому году идет и тема сегодняшнего видео что же привести из турции вашу страну топ-5 вещей которые дешевле чем у вас и я попросил помочь мне мою теперь уже хорошую подругу давайте представимся как вас я ольга для начала поменяем рубли на лиры и посмотрим сколько у нас будет денег чтобы вы знали курс чтобы была денежка когда мы что идем и скидки примерно в два раза вот сейчас допустим натуральные кожаные макосины балетки можно купить за 80 лиры в легкую а в россии сколько ну прилично не стоит но это того стоит посмотрите вот это лукум это суджук ну и конечно королева королева сладость турции вот так это да это здесь уже целенаправленно придешься покупаешь что надо поэтому шикарный рынок смотрите и первым делом нужно идти авокадо почему-то научат мы как раздаваясь почему-то в турции я заметила приоритет всегда мужской одежды до мужчины замечал не хоть чем меня во первых привлекает турция это своей вот дружелюбностью здесь так комфортно себя чувствуешь страна толерант не зря говорят что вот две тысячи рублей две тысячи рублей попробуем понимать на раба как пара 86 вот даже говорят на русском 86 лир и вот мы сейчас будем меня такова техника вот и все получаю поль скажи пожалуйста откуда такие таланты по анализу ситуации вообще ты блогер ты инстаграме рад я просто читал твои посты очень и очень интересные посты я обратил внимание что очень все доходчиво информативно и доказательной базы кто-то была по профессии полицейский полицейский следователь нет я была старшая оперуполномоченный по особо важным делам в криминальной полиции какая прелесть вот кто бы могла подумать да а вот так я просто любитель я когда-то же заканчивал институт русский язык литературу я очень люблю писать я пишу стихи иногда печатают приглашают на радио это просто моё хобби мне это нравится делать так что я знал кому обращаться за нашим хит-парадом к ответственному человеку так что я знала поэтому мы тут и встретились итак начинаем наш хит-парад самых нужных вещей которые стоит покупать турции большим разрывом ваших странах и в нашем вот такая была цель и задача и воля серьезно подошла к поставить задачи очень информацию я брала из жизни конечно из жизни нашей россии и так как я уже здесь два месяца и мне уже есть что сказать вам и что даже показать и начнем мы так сказать с пятого места я сейчас буду говорить о самых таких жизненно необходимых продуктов которые конечно всех интересуют цены интересуют на эти продукты и начнем с пятого места вот сейчас мы находимся рядом с мясной лавкой которая называется турецкий сад если я правильно говорю вы знаете такие чудесные места куда вы можете прийти огромный ассортимент свежего мяса конечно нету свинины но это ничего и страшного я думаю что у нас даже многие в россии сейчас уже придерживаются здорового питания опять копеек хочу ставить на совсем недавно где-то три месяца назад в анталии открылся магазин который торгует свининой и в принципе не равен час это здесь все быстро происходит я уверен что будет и здесь продаваться свинина причем друзья покупали горит свинина вообще шикарная я тоже про это кстати слышала но вот здесь мы ход лари мы в мухот лари ребят находимся здесь пока этого нету ну что я хочу отметить просто здесь вам выберут вот нужный вам кусок здесь вам его порежут перекрутят причем порежут на любые кусочки как вам надо на отбивные на гуляш все к вашим услугам цены когда я ехала сюда мне говорили о мясо здесь очень дорогое дорогой но я и посмотрела цены на мясо цены кстати варьируются примерно как с нашими мясными вот этими продуктами и изделиями я приехала из сибирского городка такого провинциального и даже смотрю что цены не очень разнятся что у нас мясо говядина 4 50 рублей что здесь начиная 500 полежнику вот сейчас сейчас делают фарш вот делать фашки может купить мясо и сделать тоже вот вот она сервис да 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 и причем вы знаете наисвежащие и всегда здесь настолько и даже можно сюда прийти и поточить если у вас доме нет и кстати еще небольшой лайфхак добавлю если вы собираетесь ехать на пикник как здесь называется мангал вы можете просить что вам именно под ваше блюдо приготовили бы разделали либо нарезали такими кусочками чтобы можно было там хоть в плов хоть на гриль и это делается все бесплатно и вот реально свежая поэтому принципе большому счету мы хоть и поставили на пятое место с небольшой дотяжкой потому что цена особая разница то что в наших словах но зато сервис очень радует сервис и качество и еще ребята я хочу сказать что многие конечно у нас диапазон цен 130 130 150 примерно рублей за килограмм здесь можно купить 9 лир за килограмм это когда скидки цыпленка но цыпленок такой как у нас курица но качество как бы мяско нежное шкурочку снимаешь без всякого жира то есть это вкус вот я как бы я сказал моего детства вот так спасибо причем вы знаете я уже сказала что два месяца меня на родине нет мне пришлось связаться с россией узнать у своих друзей у родственников какие сейчас цены там и уже сопоставить потому что все-таки промежуток такой а цены то растут как грибы на четвертое место я поставила свои любимые турецкие сладушки как я их называю сладости на четвертом месте нашего хит парада почему мы в прекрасном кафе который кстати в мухаммутларе во всей айлане очень много и решили вам показать турецкие сладости потому что если ты был в турции и не попробовал турецкие сладости значит ты не был в турции я очень люблю но сразу скажу стоимость все-таки дороговато ну как дороговато ну прилично не стоит но это того стоит посмотрите вот это лукум это саджук ну и конечно королева королева сладость это пахлава шикарная вещь вкуснющая от 55 лир до 70 лир они в принципе везде дороже я немножко свои пять копеек стали можно тоже интересуюсь этим вопросом что постоянно приезжают гости друзья коллеги клиенты и всем так или иначе надо показать и дать попробовать и дело то что в принципе хорошая пахлава она и здесь дорогая но у нас странах она еще дороже она не может быть дешевле и причем я даже у себя в городе и уберу потому что я люблю это небо и земля там просто спрессованный какой-то сладкий кусок а здесь на тарифе можно я делюсь рецептом как нужно да 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 конечно лично я очень люблю она очень сладкая потому что она пропитана таким сахарным сиропом общем медом медом это много слоев теста там тонкого тонко как паутинка слоев до 10 даже и орешками пересыпано так вот как я ее ем бокал холодного сухого вина белого кусок льда и кусочек пахлавы это фантастика сейчас но кто не любит может с кофе турецким прекрасным из чаем так что место заслуженная вот действительно без пахлавы с одной стороны выжить можно но зачем взять третье место у нас на третьем месте 3 место не случайно я вас сюда привела это сыр и какой огромный выбор это все домашние сыры потому что турция это конкурент франции германии и италии по сырам мы как-то всегда забываем когда говорим о сырах про это у них выпускается от 150 до 170 видов турции вот ты знал про это назад нет я не знаю что только я на что много выпускают сыров и причем в каждой провинции свой конкретный какой-то сор сыра чем мне нравится брать на рынке сыры потому что видите тут все можно попробовать и все такого качества обалденнейшего вот берем ровно и цены очень очень чечен чечен твердые сыры конечно по цене я не скажу что они дешевле чем наши вы же знаете что у нас очень дорогие сыры здесь вот допустим 50 лир килограмм это значит что там 55 для около 600 рублей но также сыры на третьем месте мы вам показали уже сыры которые есть на базаре а есть еще и сыры огромнейший выбор в магазинах находимся прямо перед большой витриной сыров разная ценовая политика разные сорта да есть скидки вот обратить внимание скидки очень часто мы находимся в микросе очень большая сеть это в турции магазина где предоставлены большой выбор сыров можно я скажу какие вот я бы долгала конечно я очень люблю сыры фирмы мурат бэй очень люблю мне нравится вот хелим посмотрите вот сыр который с полосочками это сыра для жарки вот он его цена 9 лир 75 куруши ну чуть больше 11 рублей потом я очень люблю сыр сузме пейни это типа он в рассоле и такая брынза но она не сильно соленая как наша такая мягкая ее даже можно прям вот он вот он вот сузме пейни пожалуйста цены очень приемлемые и очень мне нравится сыр вот лапне посмотрите тоже разная ценовая политика разные вкусы у него это мягкий сыр который турки всегда рекомендуют для завтрака а вот он и мурат бэй разное видите мурай бэй пейнир есть вот сыры и косички и соломки и круглые сыры ну вот люблю я эти фирмы есть еще вот там сыры кусками большие твердые приобретать и обязательно пробовать третье место вместе с сырами конечно куда мы вас хотя говорят и в магазинах и всегда стараюсь брать вот такие крупные причем в турции оливки они связаны с ласточкой почти всегда потому что вот такие вот смотрите вам покажу это они специально как гриль такими как как на гриле а вот а это с паприкой смотрите это с паприкой с начинкой начинка с начинкой так вот самое интересное я всегда брала вот такие а вот на такие даже не задумаешь какие-то помятые все оказывается это вяленые оливки и потом уже соленые они очень вкусные ребята поэтому идите к оливкам третье место вместе с сырами итак внимание модники и модницы второе место это конечно одежда и обувь в турции однозначно сейчас мы находимся перед сетевым магазином вайкики вы наверно кто тут бывал и не бывало знаете недавно с этим открылся здесь недавно он открылся так он тоже вот в алании их несколько уже это замечательно в махмутларе лучше вайкики чем даже в центре да да чем в центре выбор вы сами видите огромное там их женском отделе в мужском еще лучше почему-то у него сейчас мы как раздавались почему-то в турции я заметила приоритет всегда мужской одежды до мужчины замечал у них очень стильные есть бренды и мужчины здесь гораздо интереснее одеты чем женщины но это в маленьких вот таких городах я что анкара стамбул там на европейском все таки уровне это все идет детские очень хорошие вещи и что немаловажно у них очень часто идут большие скидки скидки в основном сезонные еще замечательная обувь тоже второе место я беру в основном кожаную обувь в магазинах специализированных и скидки примерно в два раза вот сейчас допустим натуральные кожаные мокосины балетки можно купить за 80 лир и в легкую а в россии сколько ну в россии такие балетки я покупала в мае за две с половиной тысячи вот вот и разница вот чувствуете вот мы пришли в мужской отдел модели предоставлены очень стильные конечно но на любой возраст на любой возраст поэтому второе место одежда обувь уверенно уверенно да ну что давай рассказывай что у нас на первом месте мы здесь мы конечно не случайно оказались это вторничный рынок он находится на конце махмутлара практически где граничит махмутлар с каркаджаком посмотрите какой он огромный обширный потому что на первом месте это овощи фрукты и зелень вот тут вот разница в ценах с россией космическая просто 23 раза и качество здесь замечательное здесь не везут с китая ребята здесь все выращивают только сами и все очень вкусная клубника не выводится круглый год но я хочу заметить что сейчас она гаранта вкуснее чем в мае я вот раньше сейчас вас декабрь да раньше я летала в мае поэтому я знаю майские цены лучше например на такие же даже может май она да нет такая же она сейчас можно за диапазон от 8 до 15 а сейчас она более такая знаете она слаще сейчас насыщен у нас есть и мандарины по полторы лиры и альба 2 лиры вот лимоны 4 такие вот замечательные лимоны яблоки 250 это прошел бы вам для понимания апельсины 250 то есть пол доллара 50 центов килограмм вот таких замечательных апельсин это что проиллюстрировать но еще не надо не забывать и про овощи огурцы 2 лиры 3 лиры 4 лиры 2 лиры ну это что 22 рубля наверно на наши деньги так пучок зелени огромный пучок зелени вот я когда прилетел октябре он стоил две с половиной лиры сейчас за леру его можно купить допустим у нас вот в нашем городе маленький скромный кучочек упал по 20 до 40 рублей на рынках но сейчас уже на рынках нет потому что декабрь ребята зима зима я смотрю даже арбуз еще есть но я вам могу сказать что я когда попадаю на рынок вот аланийский турецкий мне сразу приходят есенинские строки буйство глаз и половодью чувств это однозначно особенно когда первый раз турция это здесь уже целенаправленно придешься покупаешь что надо поэтому шикарный рынок смотрите и первым делом нужно идти авокадо вот пожалуйста авокадо 5 штучек вот 5 штучек такая 1 до 35 лет как а чморо бертон и вещь без летом а 5 5 лир вот такая вот здоровенная штуковина очень вкусная покупать вообще больше всего здесь я все подряд а можно познакомить как вас зовут вы откуда и жив и елена мы сейчас соли снимаем парад 5 вещей которые стоит здесь покупать где самый большой разрыв между ценами в россии и в пульсе и на первое место поставили овощи и фрукты вы согласны с наших и парадами да у меня дочь тут каждое лето по 3 месяца из москвы прилетает с детьми ой слезами улетает дешево вкусно и так что мы вас не обманываем не обманываем у меня мама душево 8-й год живет нравится очень сколько лет пойду сейчас ты не сыграть 78 лет пойду плавать 80 лет здесь люди комфортно и это касается всего и безопасности и детишки бегают вечером не боишься что они там куда-то там пьяных нету вот такая вот история друзья видите прямо на рынке встретили людей говорят что действительно все правда мы не не у не врём не обманываем действительно цены очень достойные качество хорошие экологически число посмотрите сейчас я улетала 120 24 23 рубля спасибо большое оленька за то что уделила время и что поотвечала на наши вопросы топ-5 вышла отличная ну а я хотел тебя спросить как тебе вообще живется в турции ой назар турции мне живется замечательно чем меня во первых привлекает турция это своей вот дружелюбностью здесь так комфортно себя чувствуешь страна толерантная не зря говорят что вот с европейскими она устоями безразлично кто ты христианин католик мусульманин здесь всем живется хорошо она принимает всех но только одно я говорю условия всегда всем приезжайте с открытым сердцем с чистыми помыслами и с хорошим сюда настроением не стройте козли не держите злых мыслей будет все прекрасно это во первых во вторых мне нравится что здесь вот готовность их помочь тебе не знаю даже языка они прибегут к тебе на помощь если он не знает что что тебе нужно от него он позовет второго третьего со мной уже так было однозначно мне нравится что здесь все построено на доверие первые годы когда я сюда приезжала у меня такие глаза были что допустим хозяйственных магазинах там в обувных товары находятся на улице да и не воруют и на ночь ведь это же не нас не заносится представляете ребята не просто их накрывают брезентами там укрывочным материалом и уходит и ни у кого нету мысли чтобы все это поднять стащить эти пары обуви но разве в россии такое возможно конечно нет но это вот так и такое вот мое вот впечатление но что хочу сказать сначала когда я стала сюда приезжать меня просто бесила их непонктуальность такой образ жизни еще в силу своей профессии если даже под козырек быть готов и делай пожалуйста всегда чтобы вовремя все было а турки они такие а потом я стала это понимать а подруга мне однажды сказала у нас вообще девиз того жизни а мы что куда-то торопимся но сегодня не сделаем завтра сделаем и вчера буквально я поняла действительно я гуляла вчера по набережной день был прекрасный вчера и я вот так гуляла медленно впитывая в себя оставшиеся вот эти дни что меня все окружает я вспомнила нашего ну не нашего нашего вернее известного мудреца амара хаява помните его строчки кто понял жизнь тот не спешит смакует каждый миг и наблюдает как спит ребенок молится старик как дождь идет как сегодня и как снежинки тают вот наверно турки так и живут по такому старикам морю да 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 а вот я хочу хочу тебе задать вопрос вот ты знаешь что ты меня сподвиг еще сюда приехать на два месяца да потому что я подписчица назара уже практически год я регулярно слежу за его вот этими всеми видео за его бурной жизнью и настал такой момент оле сколько можно быть туристом пора уже приехать окунуться в эту жизнь посмотреть что ты хочешь от этой жизни и все вот я видео это передается еще энергетик это чувствуется конечно положительная энергетика человека всегда чувствуется и вот я здесь вот два месяца мои заканчиваются и конечно я хочу сказать честно мое сердце разделилась на две половины одна половина у меня в россии там моя родина там мои близкие там моя родня а вторая половина моя здесь останется здесь однозначно это уже аксиома мне с этим жить поэтому теперь нет я приеду у меня в голове винегрет я соберу все это по полочкам назар мне уже сделал здесь обзорную экскурсию и поэтому если вы задумаете переезжать сюда покупать жилье или снимать на долгий срок квартиру не надо здесь на короткий срок снимать на долгий срок живите наслаждайтесь этим потому что здесь именно такой ритм жизни когда ты чувствуешь как можно даже со своими бытовыми проблемами жить комфортно и вот вот если это решите обращайтесь к назару да много благодарность спасибо 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 а чисто сердце хочу благодарить тебя еще раз вам сказать что приезжайте не стесняйтесь и делайте свои выводы мы даем информацию о решении за вами так я всегда говорю своим друзьям клиентам поэтому не стесняйтесь у меня есть стать еще каталог недвижимости там есть актуальные предложения по недвижимости всех рад видеть поле еще раз большое спасибо диндун дима соломы и даги легли ноги спорта чоу друзья пока 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 мы делали свое дело с детьми наших соотечественников услышали русскую речь и подошли познакомиться здрасте как вас зовут ольга ватура из одессы большой привет одессе дюку все дела да скажите пожалуйста что вы купили в магазине немножко подготавливаться к новому году вчера купили елочку посмотрели что елочку нечем украшать поэтому купили маски детям шапочки а я как зовут милан очень приятно а сколько стоит сразу скажите по деньгам все вышло 22 лиры 22 лиры это где-то до 250 рублей дамаски шарики как буша печать новый год вы здесь будет отмечать новый год еще не придумали как в прошлом году мы отмечали на мероприятии но это достаточно тяжело детьми до утра ну в общем все таки мы больше домашний наверно будет скорее всего дома друзья да и всего да потому что прошлом году было так попробуем по-другому сейчас такая погода можно делать и вечером шашлык и ночью отметить у нас декабрь до зима холода милана что-то заказала деду морозу моя скромные дети но хорошо желаю тогда вам от лица деда мороза здоровья и счастья спасибо вам и вот хорошего праздника вот так вот мы пока ходим делаем на свое дело с хит-парадом встречаем отзывчивых веселых людей которые живут и радуются и дети даже не пишут письма деду морозу а наши дети заказывают целый список мне такое объяснение что милане если бы дали бы задание она бы написал здравствуй дед мороз что тебе выслать